Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Благоустройство, транспорт, ЖКХ, новые спортивные и детские площадки, на что потратят бюджет Ульяновска в следующем году. В Ульяновске увековечили память моста строителям. На Испланаде сносят голубые ели. Ульяновцы с ограниченными возможностями участвуют в соревнованиях по плаванию. Ульяновская городская дума приняла муниципальный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Он получился бездефицитным и социально ориентированным. Подробности в материале Натальи Чумаченко. Соцфера, ЖКХ и благоустройство. Главные статьи расхода городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Деньги на эти направления выделены немалые благодаря поддержке губернатора и фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской области. Так, объем доходов бюджета города в следующем году прогнозируется в размере более 11 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые поступления составят свыше 5 миллиардов рублей, субсидии и субвенции – более 6 миллиардов. Проведена огромная работа, огромное количество консультаций. Мы изначально понимали, что больше половины доходной части бюджета – это средства из регионального бюджета. И, конечно, мы очень много встреч и консультаций провели с нашими коллегами в фракции Законодательном собрании «Единая Россия». И при поддержке губернатора мы сегодня видим, удалось доходную часть бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом прошлого года увеличить более чем на 2 миллиарда рублей. Бездефицитный и социально ориентированный бюджет. Планируется, что в 2020 году из городской казны будут наращивать финансирование соцнаправлений. Так, в первую очередь, расширят меры поддержки по соцпрограммам. Из более 11 миллиардов бюджета порядка 60% – это те деньги, которые будут направлены на развитие социальной сферы. И, конечно, здесь мы отмечаем важные моменты – это и меры социальной поддержки. Вот уже к 40 приближается количество мер социальной поддержки, которые действуют на территории города, которые этим консолидированным бюджетом федеральным, региональным и городским будут обеспечены. В проекте бюджета на финансирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов заложена сумма в 80 миллионов рублей. Однако профильный комитет в ходе обсуждения увеличил сумму до 100 миллионов. Кроме этого, средства будут выделены на благоустройство общественных пространств не только в центральной части города, но и в микрорайонах. Также должное внимание уделят развитию ТОСов. Конечно же, территориальное общественное самоуправление должны подойти к этому делу очень серьезно и профессионально. Хотя они сегодня активно жизненные ситуации проявляют. И они понимают сегодня, что через территориальное общественное самоуправление можно развивать дворы, площадки, парки, сквери. По исполнению бюджета 2020 года в Ульяновске будет установлено не менее 60 детских и 100 спортивных площадок. 13 школ отремонтируют, а еще в 22 благоустроят дворы. Кроме этого, начнется замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования. Из основных и, я думаю, наиболее важных, это то, что в этом году планируем завершить программу замены оконных блоков во всех детских садах города Ульяновска. И уже в следующем году перейти на замену оконных блоков в центрах дополнительного образования, в спортивных учреждениях. Отдельной строкой в горбюджете предусмотрены средства на развитие электротранспорта. Более одного миллиарда предусмотрено на ремонт городских дорог и канализации. По программе обновления электротранспорта закупят 70 трамваев. Также деньги направят на программу помощи начинающим и молодым предпринимателям. Предполагается, что поддержку в виде субсидий получат не менее 59 субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы уже в следующем году, благодаря им в том числе, открылись новые рабочие места, а следовательно, пополнился консолидированный бюджет. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Местные жители привыкли до сих пор называть его новым, хотя с начала движения по президентскому мосту минуло уже 10 лет. Официальное открытие переправа состоялось 24 ноября 2009 года. Накануне память о тех, кто строил, увековечили. Наш корреспондент Рината Алиулова с места событий. Вот так дружной командой. Каждый пролет, каждый камешек был заложен. Дружной командой под бурной овацией на въезде на президентский мост со стороны правобережья открыли памятный камень. Через некоторое время на его месте появится памятник мостостроителям. Монумент посвящен всем тем, кто долгие годы трудился над возвездением переправы. Ведь для многих строительство моста через Волгу стало делом всей жизни. Среди таких Виктор Исаевич Васильев, ныне ветеран отрасли, с 1984 по 1990 года возглавлял Ульяновский городсполком. Именно он в начале 80-х ездил к председателю президиума, Верховного совета РСФСР Воротникову, утверждать проект нового моста. Виктор Исаевич с теплом и нотками грусти вспоминает, как приехал первый отряд строителей в Ульяновск, и как целыми сутками без выходных на глубине до 25 метров потели рабочие над подводной частью моста. Самая сложная работа. Представьте себе, под водой там все это. И работали круглогодично и круглосуточно. И нам удалось вот это завершить, эту часть. А когда уже пришел новый подрядчик, ну, ему повезло, он получил финансы. А у нас уже они заканчивались. Васильев сожалеет лишь о том, что мост не сделали вантовым, как планировалось заранее. 1600 метров должны были висеть на пилонах, а наверху все по тому же первоначальному проекту должна была красоваться смотровая площадка. Но не сбывшиеся планы не нарушили уникальности постройки. Президентский мост – это 825 метров пролетных строений над водой и почти 13 километров общей протяженности между двумя берегами. До открытия Крымского моста – самый длинный мост в России. И один из самых протяженных в Европе по сей день. В 2012 году мы завершили строительство право-бережной развязки на пересечении улиц Юности и Розы Люксембург, что позволило подключиться к движению на право-бережном мосту. И отрадно, что уже сейчас заключается государственный контракт на строительство лево-бережной развязки, которая в 2021 году должна быть сдана в эксплуатацию. Новый мост обеспечил надежные транспортные связи центра страны с Уралом и Сибирью. За счет переправы ликвидированы многокилометровые пробки, что позволило разгрузить Императорский мост. Появились новые автобусные маршруты. Сегодня интенсивность движения по президентскому мосту достигает 28 тысяч автомобилей в сутки. Ринат Альулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Городские службы, начиная с сегодняшнего дня, будут спиливать голубые ели на эспланаде от Соборной площади до Мимцентра. Работы начались утром в среду. Что станет с эспланадой в будущем, расскажет Павел Половов. Городские службы, начиная с сегодняшнего дня, будут спиливать голубые ели на эспланаде от Соборной площади до Мимцентра. Специалисты уверяют, срок жизни деревьев истек. В природе они живут дольше, но здесь, на высоком Волжском берегу, для елей слишком много солнца и ветра. Однако переживать не стоит. Деревья заменят на точно такие же, но помоложе. Саженцы высотой 4-5 метров привезут из питомника в Казани. Кстати, пересаживать хвойные растения такой величины возможно только зимой. Ком земли будет ориентировочно метр-метр двадцать. Будут копаться ямы 2х2, полная замена земли. И частично будем смешать их по месту расположения на 5 метров вперед, для того, чтобы было лучше приживать. Та почва, которая есть под этим елем, она истощена этими растениями, деревьями, которые росли. Ком земли, который будет закрывать корни саженцев, должен быть заморожен. Работа рекомендуется вести при атмосферной температуре минус 15 градусов Цельсия. Всего будет снесена 21 ель. Замена деревьев происходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия Владимира Ильича Ленина. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Дошли до точки кипения. Губернатор встретился с жителями поселка Мостостроители и потребовал от управляющих компаний обеспечить нормативные состояния в многоквартирных домах на нижней террасе. Каких проблем еще с лихвой населения поселка узнавала и наш корреспондент. У меня проблема с 2005 года. Над моей квартирой происходит течь не в виде воды, а в виде смолы. Вот я собираю эту смолу. Капает по всей квартире. С таким потоплением приходится уживаться не только Татьяне Ивановне, но и ее соседям по третьему этажу. Все они жители дома номер 43 по улице Мостостроителей. Многочисленные проверки показали. Смолой течет кровля, но толку от проверок нет, как и от обращений в разные инстанции. Кругом отписки, а помочь так никто и не может, уверяет миссионерка. Во все организации, которые существуют в Ульяновской области и в ЖКХ, и везде-везде одни отписки к смолу так и капает. Никто мне не может помочь. Проверяли несколько раз. Это допущена ошибка при строительстве дома. В надежде быть услышанной, женщина решила озвучить свою проблему с Сергеем Морозовым, который приехал на встречу с жителями района. Как оказалось, вопросы губернатора возникли не только у нее. Перебивая друг друга, почти каждый хотел высказаться о наболевшем. Одна из главных проблем – благоустройство. Жители платят деньги, а результаты не видят. Ни детских площадок, ни нормальных тротуаров. А в темное время суток кругом сплошные улицы разбитых фонарей. Не поселок, а гетто звучит из толпы. Территориально поселок делится на две части. Вот большая часть, где основное количество жителей живет. И есть небольшая часть, которая вот с правой стороны, как подъезжаешь с улицы Краснопаралитарской. Там, к сожалению, сделать практически ничего не удается без участия руководителей города. По уличному освещению, значит, когда я увижу реально, так сказать, фонари работают? Там столбы есть у нас в поселке, просто нужны лампочки. Полностью ревизию проведем в течение недели. Все опоры, где есть светильники, будут гореть в течение недели. Там, где нет светильников на опорах, конечно, нужно составить. Будет смету, здесь провод посчитать нужно. Будем, конечно, через неделю готовы дать информацию. Деньги жителей, как в трубу и по части ЖКХ. Завышенные тарифы, а по факту нетепла, не ремонта в домах. Но больше всего жителей возмущает хамское отношение со стороны управляющих компаний. Я дам сегодня поручение. С завтрашнего дня, вот Соротин здесь тоже стоит, вот руководитель жилищной инспекции, чтобы здесь разобрались и с тарифами, и, надеюсь, вот министр здесь пройдет и посмотрит тепловые контуры всех зданий. И вот таких бараков, прошу прощения, что мы их так называем, да, и вот этих многоэтажных домов. Естественно, к сожалению, мы не можем сейчас констатировать, что в каждом доме есть человек, который берет на себя ответственность представлять интересы жильцов в общении с той же управляющей компанией, ну, либо с контролирующими органами. Еще одна проблемная точка – транспорт. Единственная здесь маршрутка номер 72 не соблюдает график, а сама схема из ряда вон. Жители устали переплачивать за два километра пути. Население предложили убрать частника и пустить через мосты строителей государственный транспорт. Мы можем вам пустить сюда автобусы, но при условии тогда, так сказать, о том, что мы разорвем отношения с этим перевозчиком, чтобы вы потом нам не писали жалобы о том, куда делся наш любимый перевозчик, а вы тут и запустили нам автобусы. Губернатор дал поручение решить вопрос и по социальной аптеке в районе. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Вчера открылись городские соревнования по плаванию. 70 ульяновцев борются за право участия во всероссийском этапе. В чем особенность этих состязаний, узнаете в материале Виктории Черковой. Спорт для сильных духом. В Ульяновске стартовали соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями. 70 участников собрались в бассейне «Буревестник». После торжественного открытия пловцы приступили к состязанию. Бутерфляй, вольный стиль и на спине спортсмены показали три вида программ. Соперников распределили по функциональным классам, то есть в одном заплыве люди со схожими параметрами здоровья. Возрастой ценз от 14 лет. На данных соревнованиях участвуют представители спорта «Пода», спорта «Глухих», спорта «Слабослышащих» и спорта «Лин», то есть лица с инвентуальными нарушениями. Все будут участвовать. Организовывает соревнования городской комитет по физической культуре и спорта. Чемпионаты первенства по плаванию проводятся уже девятый раз. К слову, городские соревнования не ограничены водными видами спорта. За девять лет программа заметно выросла и обогатилась новыми направлениями. Такие соревнования мы проводим уже по десяти видам спорта. Совершенно различные квалификации. Это плавание, это армрестлинг, это бочи, это новус, это легкоатлетика, это греко-римская борьба. Поэтому их уже становится очень много. И в городе Ульяновске уже более двухсот человек, вот таких спортсменов, профессиональных, которые уже участвуют в наших соревнованиях. Результаты соревнований будут известны в ближайшее время. Через месяц триумфаторы продолжат свой спортивный путь на региональном этапе соревнований. Те, кто сумеет победить в областных состязаниях, отправятся на всероссийские. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновские ватерполисты взяли серебро на турнире в Москве. Миллиметра до золота не хватило ульяновским спортсменам в открытом турнире по водному полу World Class в Москве. Команда «Спартак» заняла почетное второе место. Миллиметра до золота не хватило ульяновским спортсменам на открытом турнире по водному полу World Class в Москве. Команда «Спартак» заняла почетное второе место. Организаторы соревнований – известная российская фитнес-корпорация, которая ежегодно проводит собственные соревнования по мини-водному полу и приглашает на игры любительские команды со всех субъектов страны. Приглашение поиграть на московской воде получили и ульяновцы – игроки Приволжской национальной ватерпольной ассоциации. Компанию им составили московские химки – коллектив из третьего дивизиона НВА. В данный момент у нас собралась очень хорошая ватерпольная команда любительская. И мы очень были удивлены и приятно удивлены, что узнали в Ульяновске тоже есть хорошая ватерпольная команда любительская. Соответственно, общими усилиями решили организовать открытый турнир по мини-водному полу. Борьба, хоть и в товарищеском соревновании, выдалась нешуточной, а спортсменам пришлось изрядно попотеть. Первая игра между ульяновском и химками завершилась ничьей 5-5. «Сыграли в ничью с московской командой. Достаточно сильные игроки, представленные в противоположной команде. Но, однако же, мы не спасали. Довели игру до финала». «Приятно, совершенно другая школа. Есть чему поучиться, есть что посмотреть. Себя показываем. Первую игру сыграли очень здорово, я считаю, хотя после дороги устали». Во второй игре спартаковцы одержали победу над хозяевами бассейна командой «Ворд-класс Лодочная» со счетом 8-4. Чтобы выявить победителя, судья назначил 7-минутный овертайм между ульяновском и химками. Ведь у команд получилось равное количество забитых мячей по ходу игр. Победа от «Спартака» ускользнула буквально на последних секундах. Итог 2-3. «Уровень команд, в принципе, был равный. Все команды были примерно плюс-минус одного и того же уровня. Игра была напряженной. Как мы видим, большинство игр решалось в последнем периоде. Счет был примерно плюс-минус равный». Москвичи поблагодарили ребят за игру и отметили. Игра с ульяновцами заставила вернуться в форму и начать усиленную подготовку к соревнованиям на зимний кубок «Ворд-класс», который пройдет уже в декабре. Ульяновцы, в свою очередь, признались, на их практике соревнования в Москве стали самыми зрелищными и острыми. «Именно данные матчи развивают массовый спорт, такой как водное поло. И водное поло развивается». К тому же после игры президент Национальной вытерпольной ассоциации Александр Назаров поздравил ребят из «Спартака» со вторым местом и поблагодарил за старт второго сезона чемпионата при Волжской лиге НВА. А в качестве приятного бонуса пообещал предоставить ульяновским ватерполистам мячи на сезон. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 28 ноября в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем удержится на отметке минус 3 градуса по Цельсию. Ветер южный 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда.ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Для всех!